У меня дочка там лежит. Казань, половина десятого утра. Примерно в это время, по данным правоохранительных структур, произошло вооружённое нападение на школу, где шли занятия. Господи, там кто-то стреляет. Девчонки. Речь идёт о гимназии номер 175 на улице Джоудада Файзи. Это восточная окраина города. В школе учатся, по данным на её сайте, более тысячи детей. Изначально появились сведения о стрельбе внутри гимназии. Эвакуированные ученики рассказали также о взрывах. Зорвалось четыре бомбы. Выбило все двери. Ещё три пацана чуть с окна не сигнал. Потом зашли полицейские насыщенные. В соцсетях были опубликованы кадры, на которых, как утверждается, видны последствия взрыва или взрывов в школе. Также были кадры с выпрыгивающими из окон учениками. Сначала мы сидели на уроке на русском языке и бомбанулы на первом этаже. Мы этого значения не предали. Дальше всё, взрыв пошло больше и больше. Мальчики, получается, подбежали к окну и посмотрели на первый этаж. Окна, двери, парты все были выбиты. Дальше взрыв пришёл на второй, на третий этаж. Так мы начали больше паниковать. У меня сердце заболело. Начали, получается, директор сказал, парты поставить к двери или закрыть двери. Мы начали все парты стаскивать к двери, закрывать. Дети со второго этажа начали прыгнуть с окон прямо. По официальным данным, на момент записи сюжета, в результате нападения на гимназию погибли 8 человек. Семеро детей и учительница. Это данные мэрии Казани. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов заявил о семье погибших. Источники агентств с утра сообщали о гибели от 9 до 13 человек. Ранены, по официальной информации, не менее 20. Были госпитализированы 18 детей. Шестеро в крайне тяжёлом состоянии. 12 мая в Татарстане объявлен днём траура. Среди выразивших соболезнования президент России Владимир Путин. По предварительным данным, огонь открыл 19-летний бывший ученик 175-й школы. Он задержан. Глава республики, приехавший на место трагедии, заявил, что на задержанного было официально зарегистрировано оружие. Он действовал без пособников. Ряд СМИ сообщали о втором нападавшем. Однако в правоохранительных органах это не подтвердили. У меня дочка там лежит. В Казани в связи с нападением на гимназию введён режим контртеррористической операции. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Нападавший задержан. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения. Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Центральный аппарат ведомства. Президент Путин во вторник распорядился рассмотреть вопрос об ужесточении правил приобретения оружия. В последние годы в России произошёл ряд нападений с использованием оружия в школах. Как правило, их организовывали ученики или бывшие учащиеся школы. Продолжение следует...